Добрый день! И я, как всегда, рада приветствовать вас на своем канале. Хочу сегодня показать вам красивые цветы, комнатные цветы, под названием стрептокарпус. Стрептокарпус это родственники фиалок, семейства геснериевых. В уходе очень много общего и очень много похожего. Что фиалки размножаются листиками, также и стрептокарпусы размножаются фрагментами листьев. Грунт, полив, в общем-то, все идентично. Единственное, что у них отличие, это стрептокарпусы плохо переносят жару 30 градусов. То есть фиалки проще, вот летом жаркую погоду переносятся, стрепсы сложнее. Ну и в зимнее время, вот в осеннее, зимнее, когда вот прохладно, там наоборот, фиалки более капризно к этому относятся. Ну, то есть к смене такой температуры. Стрепсы же наоборот. Стрепсы прекрасно себя чувствуют, даже 17-18 градусов. Говорят, что даже 15 градусов прекрасно переносят. Поэтому, вот, это единственное, наверное, различие между этими цветами. Я занимаюсь стрептокарпусами уже более 4-х лет. Вообще, мое фиалочное увлечение начиналось именно со стрептокарпусов. Но, так как у меня с ними не сложилось, я перешла вот на фиалки. Но, тем не менее, все это время и пыталась подружиться со стрепсами. За такой вот, казалось бы, длинный период времени у меня неплохо. Есть такие хорошие результаты. Последние где-то полтора года я с ними подружилась практически на 80%. 20 еще надо доработать. Я их прекрасно размножаю с листика. Вот, если интересно будет, я сниму видео, как размножаются стрептокарпусы. То есть, как посадить фрагмент листика и как это все происходит. Ну, а сегодня у меня будет... Я буду рассаживать деток от материнского листика. И решила снять видео, показать вам. Возможно, кому-то пригодится. Вот, кто-то, может, тоже любит и пытается с ними подружиться. Ну, как может не нравится, вот такая красота. Цветение вообще шикарное. Сейчас вот весна. Они будут зацветать. У меня в коллекции не так много сортов стрептокарпусов. Я не трачу много денег на новинки. Не гонюсь за ними. Потому что стрептокарпусы нужно сначала научиться выращивать. Чтобы это получалось. А так... А потом они дороже, чем фиалки. Вот. И если у вас нет опыта с ними, то лучше приобрести какой-нибудь недорогой простенький сорт. Там пять сортов. И вот как я. Пытаться, пытаться и пытаться. И только потом уже, если будет получаться, можно там дополнять коллекцию еще там сортом двумя. Потому что... Ну, в общем-то, потому что они сложнее выходят, чем фиалки. У меня, наверное, сортов семь. Стрептокарпус. Достаем. Так как тут корни все оплели, то оно достается все очень просто. Вот так просто берется и достается. Потом пробуем отделить. Отделять нужно аккуратно. Вот этот фрагмент. Вот он. Его еще можно дорастить. Можно рассадить. Стрептокарпусы, в отличие от... Вот маленькие такие вот... Так, не видно. Вот маленькие такие еще детки. Их, в принципе, можно дорастить, а можно уже рассадить. Стрептокарпусы, в отличие от фиалок, даже вот в такие маленькие, прекрасно приживаются. И даже быстрее растут. Я все детки не буду рассаживать. Мне не нужно сколько много. А вам советую, если нет еще опыта, отсаживать даже самую мелочь. В плошечке, не по отдельным стаканчикам. Вот. Больше шансов выбрать, ну, так сказать, там... Что-то не приживется, что-то приживется. В общем-то, разбираю их. Вот у меня одна детка получилась. Сразу их отставляю. Ну, вот эту не буду я садить. С вот этих, с этого листика. Я не подписывала сорта. Поэтому от каждого листика, в принципе, пооставляю по одной-две детки. Не подписываю сорта. Ну, вернее, не все сорта подписываю. Потому что я, как бы, особо не продаю их. Ну, так, если кто-то там попросит. В общем-то, выращиваю в большей степени, как бы, для себя. Старые корешки вот так вот отрухаем. Не боимся. Стриптокарпусы, как и фиалки, очень быстро наращивают корневую систему. Вот это вот вообще шикарные, детки. Вот так. Раз. Лист оттянули. Здесь вот корни. Вот маленькая детка. Она вот прям отделяется. И вот две побольше. Покрупнее. Грунт насыпаем. Стаканчик. Немножко. Можно насыпать грунта половину земли. Вот так. Чуть-чуть простучали. Не надо вот так вот делать. Не это самое. Не трамбуйте ни в коем случае. Даже если на верхнем поливе планируете выращивать, грунт должен быть рыхлым и воздушным. Это обязательное условие. Если еще фиалки более-менее там какую-то трамбовку переносят, то стрепсы, увы, нет. И вот так вот делаем пальчиком углубление. Сделали. Показываю. Вот детка. Заглублять нужно вот посюда. Вот обратите внимание, там даже по цвету стебелечка вот этого стволика, он отличается. И сразу понятно, покуда можно заглублять. Вот посюда. Вот так вот я и делаю. А потом он еще подрастет и примет свое более устойчивое положение. Вот все аккуратненько, осторожненько. Грунт у меня влажный. Всегда все делаю. Укореняю листики, пересаживаю, отсаживаю во влажный грунт. Никогда не пользуюсь сухим, а потом поливаю. Это вот один такой закон. И постарайтесь тоже научиться так делать. Так лучше и проще. Вот все. Две деточки я вам показала, как я отсадила. Дальше у меня остается вот такая вот мелочь. Это мелочь. В отдельные стаканчики, чтобы не занимать время, я не буду пересаживать. Они очень-очень мелкие. Что я делаю? В плошечку вот в эту же грунт насыпаю. И вот их все, все-все, абсолютно все высажу вот сюда, в эту же плошечку. А потом, когда они подрастут, они очень быстро подрастут. Потому что стрепсы любят пересадку. Они очень любят пересадку. И им лучше пересадить их почаще, чем подкармливать удобрениями. Все, вот так я плошечку набрала. Точно так же. Так сколько у меня тут? Раз. Ну, делаю бороздку. Так удобнее. Прямо в бороздку вот так сейчас вот высажу. Так. Так. Бояться ничего не нужно. Все прекрасно приживается. Корешки вот хорошие. Несмотря на то, что сами они вроде бы как мелковатые, но корешки хорошие. Так. И вот этот еще посажу. Вот с этой партии у меня три малепусеньких детки осталось. Вот пересадка закончена. Вернее, отсадка. Деток от листика. Ничего сложного нет. Вот так вот все потом разровнять. Здесь они будут расти где-то месяц вот в этой плошке. А через месяц их нужно будет рассадить. Полив верхний. Листики с детками у меня уже не были в тепличке. В принципе, они адаптированы к нормальным таким условиям обычным. Но в процессе пересадки могут подвять. И потом когда или ну из-за риска того, что пересушите. Потому что после пересадки нежелательно пересушивать грунт. Потом вы начнете поливать и большой-большой шанс, риск вернее, что зальете и детки пропадут. Вот. Поэтому лучше поставить на недельку вот этих отсаженных, свежеотсаженных деток в тепличку. Так как грунт влажный, в тепличке вот эта влажность сохранится. Вот. Вы поливать не будете. За эту неделю они укоренятся хорошо и даже немножечко подрастут. А потом уже их можно вытаскивать с теплички. Вот. и дальше уже в обычных условиях выращивать. Выводить из теплички несложно. Если детка здорова, если хорошая корневая, за неделю вполне ну они хорошо адаптируются. Просто потом открываете крышку теплички, еще дня два вот с открытой крышкой постоят. Не это. И дальше уже все. Вытаскиваете и ставьте куда хотите. На стеллаж, на окно. Сейчас весна, можно и на окно ставить. Еще жары нет. Вот. Это пожари нельзя их на окно. Но там есть свои нюансы, о которых я расскажу вам в следующих своих видео. Вот такая вот была пересадочка. Всем спасибо за просмотр, за подписку. Ваши лайки, комментарии продвигают мой канал. Поэтому если интересно, обязательно пишите и ставьте пальчик вверх. Ну а на этом я буду заканчивать свое видео. Всем хорошего настроения и красивых цветов.